К другим темам. Сегодня в Новгородском областном суде начался процесс в отношении двух новгородцев, которых обвиняют в похищении и убийстве 16-летнего подростка. Особый резонанс в уголовному делу придает тот факт, что трагедию можно было предотвратить, если бы органы правопорядка не проигнорировали поступивший к ним сигнал о возможном преступлении. Студент гидромиллиаративного техникума Сергей Шагин пропал 26 декабря. В этот день он отправился на дискотеку и больше домой не вернулся. Встревоженные родители безуспешно пытались связаться с сыном, а через пару дней на них вышел неизвестный мужчина и сообщил, что теперь за жизнь подростка придется заплатить денежный выкуп. Родители мальчика тут же обратились в полицию. Они были готовы предоставить записи телефонных переговоров с похитителями, но заявление у них не приняли. Оперативный дежурный не увидел оснований для проведения разыскных мероприятий. Он сказал, что, знаете ли вы, что его автоматически поставят на учет, а это всего лишь розыгрыш, я бы на вашем месте, он завтра придет домой, все будет нормально, я бы на вашем месте его выгнал, 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 выгнал. Однако на следующий день тело подростка с признаками насильственной смерти было обнаружено в одной из квартир по улице Германа в Великом Новгороде. В результате проведенного расследования были установлены исполнители этого преступления. Доказательства, собранные по настоящему уголовному делу, достаточно для того, чтобы установить вину двух фигурантов уголовного дела, которые сейчас находятся на скамье подсудимых. Обвинение было оглашено 20 мая 2020 года, совсем недавно. Подсудимые, услышав обвинение, сказали, что вину не признают предъявленным обвинением. Уголовное дело по статье «Халатность», повлекшее смерть человека, возбуждено и против сотрудника дежурной части и оперуполномоченного отдела уголовного розыска Управления МВД России по Великому Новгороду за то, что они не оформили заявление от потерпевших и не организовали проверочных мероприятий. Ход и результат расследования уголовного дела находятся на контроле прокуратуры области. Продолжение следует...